А к нам торопится Борискова Марина, город Жлобин, Беларусь. Мариночка, здравствуйте. Здрасте, Марина. Я не знаю, как Вова с Женей, я вас забыть не могу. Я соскучилась. Виктор, я соскучилась. Марина Васильевна, а что это в анкете у нас написано, сколько вы выиграли? Мне кажется, вы выиграли главный приз в прошлый раз, нет? Да, я в прошлый раз выиграла 50. Честно, вы же помните, да? Да, да, мы помним. А вы после этого еще работаете учительницей? Да. Да? А теперь главное. У меня повышение. Какое? Старший учитель, завучитель, каблуки со шпилькой. Я теперь еще окна протираю, полы мою. Наконец-то стали зарабатывать, да? Да. Понятно. Марина Васильевна, сегодня праздник, 8 марта. Вы яркий представитель прекрасных женщин, мы вас поздравляем. Спасибо. Было когда-то вот что-то запоминающееся 8 марта у вас? Ой, ну 8 марта это всегда цветочки, конфетки. Всегда одинаково. Потом аллергия, диабет. Ясно. Вы готовы. Мы поняли, Марина Васильевна. Удачи вам сегодня. Спасибо. Спасибо. Добрый клиент продлил еще на час, чтобы бедная путанушка не шла под дождем. Работницу школьной столовой прозвали Джульеттой не из-за красоты, а потому что из-за нее траванулась полкласса. Когда на чемпионате мира белорусский велосипедист поднялся на пьедестал, весь мир увидел, куда ему мама вшила денюжку. Все тайное рано или поздно оденется и уедет от Баскова обратно к Пугачевой. Кит с воспаленным горлышком так сильно зевнул, что осоль с берега показались алые паруса. Петр Симонин... Есть, Володя, есть. Я даже знаю, почему. То есть шутка прошла, ты не посмеялась, а потом представил эту пасть. Да, ну конечно. А разве ты не так? Абсолютно. Точно так же. Марин, мы вас поздравляем. 5 тысяч гривен вы уже заработали. Марин, чувствуете, да, что сегодня немножко потяжелее, чем в прошлый раз? Нет? Или нормально все по плану? Волнение. Вы знаете, я так собиралась, я новые носочки купила. Молодец. А чего же не одели? Я одела. Те прошлые, они были с такими вспрозрачными. Да-да-да, мы помним хорошо. Вы что, мы все помним, что было на вас. Ну, может, не все? Все, все. Да, мы-то с Женей не все помним. Ребят, вы просто стали забывать. Мариночка, ну мне кажется, вы будете продолжать. Ну, надо, праздник ведь. Праздник. Давайте еще. Конечно, конечно. 5 тысяч гривен вы уже заработали. Итак, следующая минута на канун 10 тысяч. Петр Симоненко. Петр Симоненко из «Солидарности к вождю» никогда не спит на пузе. Седая курица, видевшая за мах топора над своей головой, до сих пор благодарит Месси за вовремя забитый шикарный гол. После первой брачной ночи хирург вышел из спальни, снял перчатки и рассказал родственникам жены, как все прошло. Ира так хотела замуж, что подаренного парнем хомячка натянула на безымянный палец. После Ивана Грозного всех наказанных реабилитировали и с кольев пересадили на подорожники. На корпоративе пожарных стриптизерша очень долго и забавно влезала из пожарного рукава. Чем больше шутят про лысину Кашевого, тем больше обижается темненькая мохнатость на голове Зеленского. 10 тысяч гривен, Марина, вы заработали за темненькую мохнатость на голове Володи Зеленского. Вообще, знаешь, я в своей жизни слышал всякое. Всякое обо всяких. Но так это. Ваша мохнатость, она шикарна. И добавить просто нечего. Марин, на последних секундах вы вырываете 10 тысяч. Вырываете мохнатость. Я спрашиваю у вас, пойдете ли вы на 20 тысяч гривен. Коленочки трясутся, но душа просит еще. Отлично, душу остановить нельзя. Итак, на кону 20 тысяч гривен. Кот лизнул в валерьяночке, и дворовая кошка стала превращаться в породистую. Гопники цветами и аплодисментами заманили Николая Баскова в подворотню и оттырили. В регистратуре было настолько маленькое окошко, что бабуле ничего не оставалось, как просунуть в него подходящий по размеру фак. В райисполкоме Жлобина на плане эвакуации при пожаре нарисован писающий мальчик. Жена шахматиста приходит хмельная домой на четвереньках, потому что королева может ходить как хочет. Сентиментальная бабушка иногда вспоминает своего первого наркомана и проститутку. Маше так нравился ее телефон, что даже стыдно рассказать все подробности. Жлобинские коты настолько наглые, что гадят в тапки, даже когда в них ноги хозяина. Мариночка, к сожалению. К сожалению, вам не удается выиграть 20 тысяч. Да, актерски вы были также хорошо, естественно, подготовлены, как в прошлый раз. Но вот авторски, конечно, мне кажется, в прошлый раз было гораздо смешнее. Ох, эти праздники! Марин, ну мы вас всегда рады видеть с праздником. Есть пища! Забирайте одну тысячу гривен. Расмеши свежного, сделай, чтоб парень спьянся. Расмеши свежного и под столом валяться. Расмеши свежного, пусть намочит колготки. Расмеши свежного, но только не использующий котки. Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта и желаю, чтобы всегда, всегда в вашей жизни присутствовал юмор. Вам было весело и хорошо. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok